Почему дети молчат о насилии? Они поступают перелом носа, часто со смещением и требуется операция, повреждение внутренних органов и различными гематомами. Такие травмы достаточно часто они получают в семьях от ближайшего окружения. То есть это отцы, это отчимы, ну и мама тоже. Мама реже, да, но мама тоже бывает, детям перепадает. Дети находятся в состоянии очень высокого напряжения, тревоги, страха, часто гнева, очень часто тоже подавленного гнева. Ну или могут дети приезжать и находиться в состоянии такой заторможенности, растерянности и в целом внешнего такого безразличного поведения. Да, такая реакция о том, что, ну вот, это в основном дети, которым применяется хроническое насилие. При долгосрочной работе там, возможно, направлено именно на какие-то личностные проблемы. Здесь этого делать не надо, потому что можно ребенка разобрать, да, собраться, у него не будет сил. И у нас не будет времени, у него сил не будет на это. И поэтому у нас есть работа, сосредоточена на актуальной ситуации, а в остром состоянии нет ресурса для работы с давними проблемами. Для эффективной кризисной интервенции важно четко определить проблему и направление работы, потому что время, как правило, ограничено. Поэтому такая проблемная диагностика, она действительно важна. Мы не всегда можем позволить себе несколько встреч, там, да, или несколько недель, месяцев для того, чтобы сориентироваться. Чем быстрее мы это сделаем, мы увидим направление работы, тем больше 2 минуты сможем успеть помочь. В остром состоянии важно проговорить с ребенком, что он будет делать через час вечером. Поговорить, как он может позаботиться о себе на физическом уровне, что необходимо регулярно питаться, необходимо спать, необходимо проявлять двигательную активность. Обращались тоже врачи по поводу мальчика, который, ну, совершенно неожиданно произошла история. Ему малознакомый человек нанес семени живых ранений, и у него после этого, вот, ну, слава богу, они были какие-то неглубокие, вот, как-то все очень по-разному бывает. И, в общем, в больнице его смогли оказать ему помощь, но при этом у него совершенно пропал сон. Вот он с того момента, он не мог уснуть, потому что он не хотел, да, он не мог уснуть. Ну, вот, мы тоже с ним в этом направлении работали, и сон достаточно быстро вернулся. То есть там не требовалась какая-то долгосрочная работа, но вот, какого-то такого кризисного вмешательства оказалось достаточно для того, чтобы он восстановился. Хотя переживал он очень сильно, да, он думал, что такое у него сломалось, поэтому он не спит. Хотелось бы поговорить о работе с ребенком, пострадавшим от сексуального насилия. Ну, в основном все очень похоже, но здесь еще более важно демонстрировать внимание и уважение к чувствам и желаниям. И уважать право ребенка говорить нет. Ну, очень многие дети не хотят об этом говорить, им очень сложно, они хотят забыть, не хотят вспоминать, и зачем это ворошить. Но при этом мы понимаем, что важно говорить, важно, чтобы ребенок высказался, и важно тоже нам, как специалистам, получить информацию о том, что случилось. Поэтому, с одной стороны, необходимо быть настойчивыми, с другой стороны, вот уважать его желание говорить нет. Подросток хочет быть услышанным, и это сигнал о его эмоциональном неблагополучии. Очень часто, и в том числе, возможно, это сигнал о насилии, но не всегда. Ну, вот ему настолько некомфортно, дискомфортно, что он не знает, как по-другому справиться, или состояние оказывается сильнее, и он с этим состоянием не справляется, или это последняя капля. Вот накопилось одно, второе, третье, и так уже было тяжелое состояние. А тут еще такое событие, с кем-то поругался, или вот молодой человек сказал, что больше не будем встречаться. Да, и дети говорят о том, что, да, я вообще даже не понимаю, как это произошло. Да, и это гораздо более трудная ситуация, потому что действительно состояние, которое не поддается контролю. Ребенок не планировал, не хотел, просто вот так себя почувствовал, что просто не справился с ситуацией. Есть вероятность, что это же может повториться. Да, у нас в больнице действительно повторяются, есть дети, которые неоднократно поступают. Дети, имеющие ограниченные возможности здоровья, конечно, в большей зоне риска в отношении жестокого обращения. Но по разным причинам мы это уже говорили. И одна из причин – это принятие диагноза ребенка в семье. В разные периоды жизни может такой диагноз у ребенка появляться, да, и такие проблемы появляться. Но вот принимать эту ситуацию в семье бывает очень сложно. В норме, конечно, когда вот принятие произошло, вот эта последняя стадия, это случилось. И тогда вообще изменения возможны тогда, когда происходит принятие, ну, в любой ситуации. Если принятия нет, то, собственно говоря, ситуация, она просто может идти по кругу годами. Каким образом родителям, ну, вот, доносить информацию, когда они не очень, может быть, готовы ее воспринимать или не совсем хорошо ее слышат. Я, например, говорю о том, что дети, которые, по отношению к которым применяют физическое наказание с целью воспитания, с большой долей вероятностью, ну, и вот из нашей практики, они когда вырастают, это становится для них нормой, и они потом по отношению к своим родителям применяют физическое насилие, да. Ну, вот им тоже чего-то не нравится, и они, собственно, а почему нет, да, почему, если ты меня в детстве бил, почему ты сейчас там что-то не то делаешь, я тоже могу тебя толкнуть, пнуть, там, очень агрессивно обозвать. И это родителям переносится очень тяжело. Вот обратную связь они дают, когда тебя бьет собственный ребенок, да, но это вот не пожелаешь и врагу. Это такая информация, которая к тому, что вот, ну, что посеешь, то и пожнешь. Многим детям, которые переживают такие сложные ситуации, необходима долгосрочная работа. Детей важно обучать навыкам адекватного выражения гнева. Гнева очень много, многие дети переполнены гневом, кто-то его сдерживает, и он носит такой саморазрушающий характер. Кто-то выражает этот гнев и выражает таким образом, что сам становится агрессором. В единичных случаях или, может быть, формируется какое-то постоянное поведение. Ну и поведенческие проблемы, которые являются последствиями насилия, их тоже необходимо решать. Потому что это может быть употребление психоактивных веществ, какие-то суицидальные попытки, или намерения, или мысли, по крайней мере, да, и, в общем, нежелание учиться и уход из дома. И в работе с детьми, пережившими насилия, конечно, очень эффективно использовать разные арт-терапевтические методы. Это дает возможность ребенку заново пережить травмирующую ситуацию в безопасной среде и избежать негативных последствий. Есть дети, которые категорически говорят, нет, мне это не подходит, это не мое, да, и это важно. Важно учитывать, и есть совершенно другие способы, как можно ребенку помочь, да. Но есть дети, которые говорят, я не понял ничего, что это мы тут с вами делали, да. Давай еще раз попробуем, да, может быть, вот со второго раза какое-то понимание большее появится. Потому что так много сопротивлений у детей, ну, это, вероятно, тоже из школы пришло, да, о том, что я сейчас нарисую, я нарисую как-то не так, но вот особенно дети младшего возраста. Подростки, они просто говорят, я не умею рисовать, да, вот не умею, не буду, хотя не все. Есть дети, которые действительно имеют суицидальную склонность, они очень много рисуют. А если мы говорим про долгосрочную работу, то здесь как раз есть возможность в длиннике проделывать эту работу, то есть многократно ее проделывать, и тогда это более глубокое погружение, большее понимание, уже вырабатывается определенный навык. Такая работа помогает вот именно более младшим деткам обучаться контролировать свои импульсы, выражать свои чувства и проигрывать какую-то травматическую ситуацию. Ну, есть различные наборы кукольные, да, которые можно использовать, там, пальчиковые куклы. Они тоже помогают в диагностике, когда ребенок начинает играть, можно сориентироваться и посмотреть, какие игры чаще всего он проигрывает, какие роли выбирает, каких кукол выбирает. И в общем, в этом направлении тоже работать. Потому что дети в игре воспроизводят свою жизнь. В песочной терапии можно очень четко проследить три стадии, которые ребенок проходит в своей работе. И первая стадия чаще всего, особенно вот у травмированных детей, детей, которые пострадали от жестокого обращения, такая стадия хаоса. И такой этап, он может продолжаться несколько занятий, а может и длиться очень долго и долго. То есть мы понимаем, что это вот отражение того, что сейчас происходит в душе ребенка. Это отражение его состояния. И в результате мы можем видеть и наблюдать, что у ребенка есть положительная динамика в плане прорабатывания, да, его состояния, в плане освобождения от каких-то серьезных переживаний, которые его захватывали. Эффективным способом работы с детьми, пострадавшими от насилия, является групповая работа. Им тоже очень важно услышать, что не только с ними это произошло, что на самом деле не есть другие дети, с которыми это происходит, а происходит или происходило. И они могут получать поддержку друг от друга. И, в общем, это тоже им помогает избавляться от изоляции, в которой очень часто такие дети находятся. Если насилие продолжается, если такие способы воспитания продолжают иметь место быть, то все, что мы делаем, мы как психологи, как специалисты, оно приносит какое-то временное облегчение. Но потом все начинается сначала. Можем начинать все сначала.